Всем привет, ребят! Вы на канале Дим Димыча, и я разочарован. Я посмотрел все тренды, все чарты Ютуба и ТикТока, и мне действительно стало скучно. Я хочу доказать вам, ребята, что из любого человека я смогу сделать настоящую звезду. И чтобы вы мне не писали, что я взял подготовленного человека, возможно, блогера, у которого есть уже аудитория, я возьму абсолютно простого человека. Дворника. Территорию возле моего офиса убирает постоянно один и тот же добрый простой мужичок, с которым мы постоянно здороваемся. Я уже его заприметил, ну, полгода назад, так точно. Его зовут Сергей, я ему уже заранее набрал, узнал, что он сегодня работает, поэтому, ребята, поехали к нему, будем знакомиться. И не забудь поставить свой лайк и подписаться на канал, потому что сегодняшний ролик будет максимально пушечный. Ну что, ребят, собственно, мы уже приехали на локацию, Серега уже там чистит снег. Я очень жду этого момента, потому что Серега будет точно в шоке от моего предложения. Пойдемте скорее с ним знакомиться. Здравствуйте. Серега, здорово. Привет, привет. Привет. Давайте я повешу петличку, чтобы вот у нас тут камера идет. Ну что, как ты думаешь, что я тебе сегодня предложу? Не знаю, что это, наверное, интереснее. А ты вообще знаешь меня, видел в интернете? Видел. Видел, да, видел мои ролики? Видел много этих просмотров. Просмотров много, да, и песни, наверное, слышал, да? Ты готов провести вообще самый лучший день в своей жизни? Готов. Заманчиво предложение, правильно? Правильно. Через сколько у тебя заканчивается рабочий день, чтобы я мог тебя забрать сегодня отсюда? Ну, где-то еще пару часов и все. Через час я прихожу и забираю тебя. Тебя ждет большой сюрприз сегодня. Прошло время, я уже пришел на локацию. Сереги пока еще нет. Надеюсь, он все-таки не забоялся и придет. Думаю, все поняли, что Серега очень добродушный, простой мужичок, работяга. Я честно, от всей души хочу, чтобы он сегодня провел самый лучший, незабываемый день. Он даже не представляет, что его сегодня ждет. Опа! Ну что? Ну что, там у нас все в силе? Ну, конечно, в силе. Сразу сходу первый вопрос. Какая твоя любимая машина? Форд Фокус. 1.9 ТДИ. Ну, он такой, знаешь, не очень приемный. Ну, сейчас мы поедем на чуть-чуть получше машинке. Все, нормальная тачила. Ничего, тачка, мы на ней поедем, да? Да, теперь это наша карета. Спасибо, очки. Вообще, текло. Ну что, Серега, расскажи для подписчиков какую-нибудь интересную историю про работу вообще. Судьба покидала по разным местам. Первая работа была такая, ну, шабашил в Польшу, в Польшу ездили, в Варшаву. Красили крыши, коробки строили, короче, с нуля делали даже дома. А потом зарплата слабая стала. Перекинулись на Москву. Я когда вот начинал свой, в общем, музыкальный путь, блогера, да, я вот тоже вот первые деньги зарабатывал на стройке, чтобы записывать себе песни. Вот мои подписчики знают, что путь у меня тоже тернистый. Ну, хватило же, чтобы как-то... Ну, крутились, крутились, да, всегда, знаешь, даже когда ничего не было, все равно мечтали, верили, вот, что у нас все получится. Как ты думаешь, куда мы едем? Есть какие-то предположения? Или вообще пока не понимаешь? Думаю, что-то интересное, а, ну, конкретно не знаю. Тогда мы еще сохраним небольшую интригу. Сегодняшний день ты запомнишь надолго. Буду смотреть все твои ролики и лайки ставить, да. А ты подпишешься на канал? Конечно, подпишу. Ребята, и вы тоже подпишитесь прямо сейчас на канал. Серега вот проверит. Каждый из вас подписался, нет? Проверишь, да? Конечно. Ну что, собственно, мы уже приехали на первую локацию. Будем из тебя делать трендового блогера. Итак, Серега, мы находимся на первой нашей локации. Тут всяких этих одежды купят, всяких всего. Чтобы наш день был максимально успешным, нужно хорошо выглядеть. А я думаю, что мне стыдновато даже. Не, ну вообще, ты выглядишь нормально. Мы чуть-чуть приукрасим твой образ. Давайте запомним Серегу таким. Серега, за сколько покупал? Это давали еще где-то, когда на фирме работал этот. Ну, очки, наверное, это, Versace, да? Главное, стеклянные линзы. Пойдем обновляться. Мне кажется, это что-то явно для суперзвезды. Нет, это ничего прикольного. Ну, хорошо, тогда на примете оставим. Давай еще посмотрим, что это есть интересное, окей? Все, что захочешь, все, что понравится. Да какую байку вот здесь? Байку, да. Есть вообще на самом деле что-то интересное? Это все обычное. А как тебе такая? Не, зеленая какая-то, мне кажется, слишком яркая. Я уже не зеленый. Ну что, Серега, мы выбрали для тебя несколько образов. Иди в примерочную, и мы с ребятами выберем тебе самые классные образы. Ladies and gentlemen, встречайте, первый лук. Серега! Чуть надо что-то померить еще. От 1 до 10 пока напишите, как вам первый образ. Будем дальше мерить. Первый образ все-таки как-то не очень, очень скучно. Но все-таки Серега у нас суперстар. Гуча Серега. Ну как тебе такой лук поинтересный? Ну да, он такой более малыш. Уже получше, да? Все девчонки на районе будут мои. Это сильное заявление. Еще одна попытка. Сцените рингтон Сереги. Да, Димон. Алло. Ты там как? Сейчас, подожди, наберу ему. Ага. Да, Димон, ты мне звонил? Серега уже науверенный. Ну я еще занят, я занят. Серега занят, у него уже концерты расписаны, туры, альбомы. Слушай, Серега, это просто пушка. Мне, да, нравится. Вспомните, какой Серега был буквально 15 минут назад и какой он сейчас. Особенно мне Чепчик нравится. Все, можно ехать на показ Болинсяга, да? Можно, да. Все, ты модель. Ай, что это за красавчик, а? Ну настоящий Гуччи дед Серега, да? Помолодел. Слушай, да даже лучше меня выглядишь. Но Серега, на самом деле, это все постанова. Бирки только не снимает. 200 долларов, короче, это все стоит потом мне даже, да? Обязательно. Ну почему, я шучу все. Серега, я думаю, ты уже догадался, куда мы приехали. Но причесочку тебе обновим. Вот посмотрел одну классную, сейчас тебе покажу. Рокест такой, у меня столько волосов нету. Ладно, это шутка, сделаем тебе вот прикольную, модную, трендовую притчу. Так, проходи. Нужно что-то модное, трендовое, чтобы Серега вот стал абсолютно другим человеком. Встретимся через 20 минут. Надеюсь, я увижу тебя другим человеком. Это уже не Сережа, это уже Сергей Георгиевич. Ну мне нравится. Тогда немедлим и едем сейчас на фотостудию делать настоящий стиль. Самые крутые фоточки. Погнали, ребята. Мы уже находимся на профессиональной фотостудии. Делаем фотки для нашей рок-звезды, для нашего Сереги. Три часа назад это был обычный дворник, простой, Сережа. А сейчас это настоящая звезда мирового уровня. У нас еще скоро будет финальная локация, где мы по секрету запишем хит. Большой молодец. Ну может есть что-то интересное аудитории все рассказать? Я простой колхозник со средним образованием. Люблю паять всякие схемы, электронику. Спортом тоже люблю заниматься, на велосипеде ездить. А ты вот с детства любишь паять там, заниматься электроникой? Да, с детства. Еще когда папа уже был, он меня этому научил. Паяли мы одну схему, короче, электронное зажигание. И пришло время уже ее проверять. Тут искра пробивает, и мне прямо в руку я отлетел на 3 метра от стола. Короче, то, кому ударило конкретно. Конкретно. Если честно, хотелось бы еще какой-нибудь автомобиль купить. Давайте, ребята, исполним мечту Сереги. Насыпьте лайков, чтобы Серега действительно стал мега-суперзвездой и купил себе. Rolls-Royce попросим? Нет, Rolls-Royce много. Я такой человек спокойный. Ну, в общем, ребята, вы поняли задачу, да? А может, у тебя есть мечта куда-то слетать по путешествию, например? Далеко не летал. Максимум там по России, в Черное море. А в Дубае хотел бы слетать когда-нибудь отдохнуть? На вышку эту посмотреть большую. Конечно бы хотел. Как ты думаешь, для чего мы сегодня сейчас фоткались? Ну как, для памяти, чтобы люди посмотрели. На тебя красиво. На тебя красиво. Мы сделали эти фото для обложки на наш с тобой мега-хит. Ну, хотелось бы? Ну, хотелось бы, да. Интересно, как твой голос бы звучал, да? Да, интересно бы было. У меня уже в голове крутится пару строчек из припева, и я уверен, что мы с тобой сделаем абсолютный хит. Как вообще у тебя впечатления о сегодняшнем дне? То есть, какие вообще ты эмоции испытываешь? Да я вообще думал, это шутка какая-то или розыгрыш. А потом и так события начались так развиваться, что мне понравилось. Добро пожаловать на студию, где я написал все свои хиты. Буратино, кубики-рубики, бодоладушки. И вот ты, считай, находишься в священном месте, где мы запишем с тобой наш новый супер-хит. Не, ну студия, конечно, крутая. Ну что, приступим потихонечку, сядем, да, за компьютер? Сядем. Погнали. Я уже как раз-таки накидал биток. Оп, ну как? Прикольно, мне нравится. Надо больше барабану. Давай заценим наши барабаны. Чувствуешь, да, этот хит? Чувствую, да. Итак, Серег, чтобы придумать супер-гениальный текст, который вместе с песней разорвет все топ-чарты, мне нужно 2-3 темы, да? Скажи мне какое-нибудь женское имя, которое вот сразу пришло в голову. Ну, я думаю, может, давай Галя, моя одноклассница бывшая. Галя, отлично, Галя будет. Ты говорил, что хотел бы попутешествовать в Дубае. Ну да, можно было посмотреть эту башню. А смотри, а давай, типа, сделаем такую историю в куплетах, что ты уже в Дубае, ты уже супер-звезда, и Галя тебе звонит копать огород, но тебе уже не до этого. Ну что-то такое вернем. Можно какие-то индийские мотивы? А если в припев взять что-то такое вирусное, чтобы под это все танцевали, тренд такой был? Ну, может быть, Джимми-Джимми-Ача-Ача? Подожди. Джимми-Джимми-Аджа-Аджа. Слушай, так ты гиня тоже, да? Дай мне буквально 20 минут, иди пока в будку, надень наушники, почувствуй микрофончик. А, вот, вот сюда. Что мне надо взять? А может, ее снять надо тут? Может, наушники тут какие-то одеть или что? Можете снять, тут же вот... А как тут снимать? Просто вверх поднять ее. Нет-нет-нет, микрофон не снять, вот эта штучка. А, вот эта он. Так, у меня одна задача сделать летом Галя-Дачу. Переходи, да? Айс. Что, так спеть или сказать? Да, просто вот так говори. У меня одна задача сделать... У меня одна задача сделать летом Галя-Дачу. Жизне мед давно не айс. Как? Эчкерия. Эчкерия. Е-е-е-е-е. Ну что, как тебе? Ну что, как там? Получилось нормально у меня, да. Да нормально, нормально. Всех разорвем просто. Давай, раз, два, три. Эчкерия. 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 Я вот как раз уже припевчик придумал, пойду тоже запишу. Ну давай рубанием. Давай, сейчас всех вообще разорвем. Ха-ха-ха. Ребята, я такой припев придумал. Джимми, Джимми, Аджа, Аджа, был на дне, теперь Версачи. Я возьму с собой чемодан и уеду завтра в Дубай. Нацепился шмотки Фэнди, Прада, Гуччи. Все тут знают, я все круче. Я возьму с собой чемодан и уеду завтра в Дубай. Считай, что мы записали с тобой первый совместный хит. Я тебя поздравляю. Ну что, послушаем эту Бумбу вместе с ребятами? Давай, давай. Тогда поехали. Можно потанцевать, да? Джимми, Джимми, Аджа, Аджа, был на дне, теперь Версачи. Я теперь богаче. Джимми, Джимми, ай-я, ай-я, был на бете, теперь Версачи Джимми, Джимми, ай-я, ай-я, я теперь богаче У меня одна задача, сделать летом Галя дачу Жизнемет давно не ась, ой, уеду я в Дубай Слышал дворником там платье, поворачь, но я мать Галя, не звони, не бойся, я катаюсь у новой поры Вау, я считаю, что это настоящий бэнгер 2 пепетушки Серега, это хит Мы по-любому с Серегой выпустим этот хит, так что будем его пиарить в ТикТоке Обязательно снимайте под звук, вообще пишите в комментариях Сейчас под роликом спустите и напиши, что это просто пушка Вот сейчас вы точно обязаны подписаться на канал и поставить лайк этому ролику Знаешь, почему, Серега? Не знаю Потому что у меня для тебя финальное предложение этого вечера Я предлагаю тебе полететь в Дубай и заснять клип на этот хит Это пи... Ребята, у нас такая ситуация, мы действительно хотим полететь в Дубай и заснять супер клип на песню Сереги Но он дико распереживался, что он никому не понравился и своим присутствием испортил ролик Плюс ко всему у него еще и паспорт просрочен Поэтому, ребята, мне нужна ваша помощь Давайте каждый из вас поставит свой лайк под этим видео Набьем 100 тысяч лайков И Серега тогда наберется уверенности полететь в Дубай и исполнить свою мечту Я считаю, что он достоин этого Поэтому, ребята, я в вас верю Давайте покажем человеку, что в этой жизни возможно все Люблю вас Спасибо за субтитры Алексею Дубай и субтитры Алексею Дубай